Ну что ж, друзья, заканчивается рывок у мужчин весовой категории до 94 килограммов. У трех атлетов остались попытки. Среди них россиянин Хитаг Хугаев. Еще один подход у Хитага остается, пока он на втором месте. Но сейчас на третью строчку вот этот парень, Лукаш Грела, из Польши отодвигает Хитага. Личный рекорд Лукаш Грела показывает на 3 килограмма плюс к своему личному рекорду. И еще одна попытка в запасе. Ауримас Дитсболис после удачной первой попытки на 175 заявил сразу 182. Ну а Хитага Хугаев 180. Заявка. Не покорился этот вес Хитага Хугаеву на Кубке России в Старом Осколе. В январе этого года. И сейчас, я думаю, выйдут пробовать снова. Олег Алборов. Один из тренеров Хитага Хугаева. И Александр Иванович Венков. Вдвоем спокойно, без лишних людей, настраивают спортсмена на результат. Ну что ж, здесь, в общем-то, Хитаг уже неплохо выступил для своего возраста, до 17 лет, для дебюта на международных взрослых соревнованиях. Хорошо. Но если возьмем 180, будет вообще замечательно. И, скорее всего, гарантированно с медалью уедет с этого чемпионата Европы. Давайте болеть и смотреть. Держать, 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 Хитаг, стоять! Ну, надо зафиксировать. Вы смотрите. Вот это да. Есть 180 килограммов. И, знаете, вот чувствуется запас по силе, по высоте точно. Поздравляем Хитага Хугаева с прекрасным дебютом. Поздравляем его. Ну, уже теперь с медалью чемпионата Европы. Какой она будет, к сожалению, будет решать польский спортсмен и литовец. У них еще осталось три попытки на двоих. Но Хитаг сделал все, что мог. Личный рекорд показал. И, главное, показал, что он не только умеет легко поднимать, но умеет бороться со штангой. Так, ответ поляка 181 килограмм. Поляк тяжелее нашего Хитага Хугаева, поэтому ему нужно поднимать больше. Вот сейчас-таки он это и пытается сделать. Нет, не получилось. Ну, что ж, Хитаг Хугаев пока лидер. И все решится в двух попытках Ауримаса Дизболиса, бронзового призера чемпионата мира. Пока Дизболис 182 заявил. Всех своих соперников пропустил вперед. Ну, имеет право, так как у него личный рекорд в этом движении 185 килограммов. Причем показан был не так давно на чемпионате мира в Казахстане. Осенью 2014 года. Ну, а сейчас 182. И в случае успеха золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в этой весовой категории. Ох, локоточек-то сыграл. Даже если удержат, такое не должно засчитывать. Если засчитают, ну, я считаю, полную несправедливость будет. Ну, смотрите. Да, чисто вес защита. Ну, что ж. Да. Левый локоть. Ну, вот при вставании там просто дикая игра была. Понятно, что включения нет. Ну, что ж. Очень жаль, что в очередной раз судьи вмешиваются в борьбу. Причем в обе стороны. Как и засчитывают, так и не засчитывают. Ну, надеюсь, это придаст злости Хитагу Хугаеву. Потому что, я думаю, все прекрасно видят в разминочном зале. Пока преимущество Дизболеса над Хитагом 2 килограмма. Плюс Хитагу Хугаев легче. Ну, а Дизболес в толчке, конечно, силен. Но, но из последних результатов всего лишь 214. После этого две попытки на 218 были неудачными. Поэтому, если Хитаг так же хорошо выступит во втором движении, то шансы есть попасть на подиум-то точно. 189. Ауримас Дизболес заявил. А это у нас попытка установления нового мирового рекорда. На данный момент рекорд в этой высокой категории принадлежит Кахи Кахиашвили. Тогда он был установлен, когда Кахи выступал за Грецию. Акакиус Кахиасвилис. 188 килограммов в 99-м году в Афинах. Поднял тогда грузинский-греческий тяжелоатлет. Ну, сейчас мы видели перед началом трансляции. Сидит в зале соревнований, наблюдает. И вот она попытка побить рекорд. Ну, наверное, только чудо Ауримаса Дизболесу поможет. Это сделать сегодня уж больно тяжело. 182 он поднял. Ух ты, вы смотрите-ка. А был близок, а был близок. Ну, вот не ожидал я такой мощи. Может быть, немножко успокоился, что удалось выиграть рывок. Да. Ну, что ж, реальная попытка. Поздравляем Ауримаса Дизболеса с золотом. И поздравляем его с тем, что он не стал там набирать 1-2 килограмма отрыва. А вот попытался войти в историю, так как сделал это Кахиашвили. Очень и очень достойно со стороны литовца. Ну, и у нас таблица по итогам рывка. У Ауримас Дизболеса золото, 182 килограмма. В 2 килограммах от него Хитак Хугаев и Лукаш Грела. Польша третье место. Ну, и у нас небольшой перерыв. После этого вернемся на помост. Помост 200 килограммов. Набирает потихонечку в форму Анатолий. Ну, вот в предыдущем подходе такая досадная ошибочка, небольшая, помешала ему зафиксировать 198. Нет, нет. Но, тем не менее, поздравим, можно сказать, ветерана с тем, что он выступает в группе сильнейших. И многих, между прочим, он и обошел в группе А. Поздравляем ему, пожелаем ему еще ближе приблизиться к своим лучшим результатам. Они у него вполне приличные. И Лукаш Грела, бронзовый призер в рывке. Появляется на помосте. Ну что ж, сильная тяга, высоко штангу. Он вытянул, при этом тяжелое вставание из груди. Тоже не очень четко. Но цепкий, цепкий парень. Лукаш Грела взял 202. 380 у него на данный момент сумма. Ну, если рассматривать его со стороны соперника Хитага Хугаева, Хитага мы еще не видели в толчке. Ну, здесь какого-то особо большого запаса не видно. Если рассматривать его со стороны его преследователей, это и Зигмунда Станулис, и спортсмены из Белоруссии, Александр Венский. И у них есть шансы. Ну, в общем-то, ровные результаты. Результаты станули с 204 килограмма. Загивил и сейчас выходит на помост. Случай успеха 378 наберет сумму на 2 килограмма меньше, чем у поляка. И закрепиться на втором месте обойдет белорусского атлета Александра Венскеля. Нет, ну вот, пришлось ему выблеснуть крик свой уже после того, как штанга упала. Еще одна попытка у Зигмунда Станулиса есть в запасе. Вот что в рывке, что в толчке, так лихо шагает. Большими шагами сейчас сразу на 9 килограммов. Увеличил вес на штанге Зигмундас. Лукаш Грелла 210 заявил сразу. Да, интересно, почему у Лукаша Грелла 210 личный рекорд. Причем на внутренних стартах на чемпионате Польши. На международных соревнованиях 201 на чемпионате мира поднимал. При этом спортсмену 27 лет. Рассчитывать на какие-то такие фантастические прорывы, я думаю, будет сложно. Веса на штанге растут уже 205 килограммов, а пока лидер в отдельном упражнении поляк. Но сейчас у Александра Берсанова есть шанс обойти его. Тяжело, тяжело белорусы поднимают. Валентин Короткий, главный тренер белорусской команды. Стал, 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 не торопись. Ногами посыл. Держим, держим, держим. Ай-яй-яй, чуть впереди. На грудь очень легко, очень легко. А с груди вот чуть-чуть впереди осталось. Да, сильный, сильный атлет. Смотрите, вставание. Даже на замедленном повторе у него получилось быстро это сделать. Ну что ж, я думаю, если направишь танку строго вверх во второй фазе движения, то есть хороший шанс у него взять этот вес. Тем временем настраивают Дигмунтас Астануллиса. Третий подход. 205 килограммов. Просит он поддержать зал. Ну что ж, некоторые атлеты наоборот просят всех успокоиться. И чтобы была тишина, показывают. А у Дигмунтас Астануллис просит поддержки. Ну что ж, эмоциональному атлету, я думаю, она вполне будет нужна. Да, ну что-то такое показал Дигмунтас Астануллис. Ну, наверное, впереди, вот с этого ракурса не очень хорошо видно, а сбоку все будет понятно. Потому что так показалось, что штанга в этот раз значительно легче поднималась. Именно от груди. Ну, тем не менее, Зигмунтас Астануллис закончил свое выступление. 369 сумма и четвертое место пока. Хитахугаев на 208 перезаявил. Так потихонечку он к лидеру Ауримсу Дизболесу подвигается. И Берсанов. Берсанов, заключительный подход. Ну что ж, здесь надо сконцентрироваться на отдельном элементе на грудь. Я думаю, проблем никаких не должно быть. С ногами. И пошел, пошел. Да, ну смотрите-ка, вот так вот. Настолько легкое взятие штанги на грудь было в предыдущем подходе. И сейчас просто ни о чем. Да, закончил Александр Берсанов. Те же 369, что и были у него в сумме, что и были у него после первой попытки. И Хитахугаев на помосте. 207. Ну вот так вот. Две перезаявки, которые можно делать. Тренеры сделали. Ну что ж, друзья. На грудь легко, с груди тоже, казалось бы, все хорошо. И потом в самом-самом конце небольшие проблемы возникли. Два к одному засчитали. Но, господа судьи, вы не объективны. Если честно, у Хугаева намного чище был подъем, чем у литовца Ауримаса Дизболиса. Намного грязнее он поднимал. Такая же была ситуация. Так же боролся. Ну смотрите, ну вот на локте. Да, играли. Ну в целом там миллиметры какие-то. Но вот один судья все-таки нажал красную кнопку. Как говорится, где он был, когда поднимал литовец. Ну, слава богу, попытка все-таки 2 к 1 засчитана. На грудь, конечно, очень легко. И вот эта фиксация. Ну, я думаю, просто вот он чуть-чуть вот где-то не попал, когда стал собирать ноги. Где-то расслабился. Надеюсь, оставшиеся попытки такого больше не произойдет. Венский, Беларусь, 207. Ну что ж, справляется Александр Венскель. 207 килограммов фиксирует. Неплохо, но на чемпионате Беларуси 214 ему покорялись. Хотя есть еще одна попытка. Я думаю, килограмм 210 пойдет. Польша на помосте. Вторая попытка 207 килограммов. Ну, надо остановиться. Да, Лукаш грел первый-то подход тяжело. Ну, прибавил 5 килограммов. И вот точно так же, так же тяжело. И вторую попытку выполнил. В итоге, в итоге, еще один подход у него есть в запасе. Сумма 385 килограммов. Если сравнить этот результат с последними чемпионатами Европы, то это гарантированно попадание на подиум. Ну, вот я пролистнул сейчас. Для победы, конечно, требуются большие килограммы за 390 практически всегда. Ну, а 385 всегда, всегда с этой суммой на чемпионат Европы попадают призы. Промежуточная таблица в толчке. Лукаш грел, я думаю, этой попыткой не пытался обойти Хитага Хугаева. Он понимал, что, скажем так, наверное, правильно рассчитывал свои силы. А вот закрепиться в тройке по сумме, это была вот именно задача польского спортсмена. И он ее успешно выполнил. 385 набрал. Сейчас Александр Венскель 209 килограммов. После рывка он был четвертым. Проигрывал поляку немного. И сейчас добавил нужные килограммы для того, чтобы поляка обойти. И вот эта попытка сейчас на ваших экранах. И пошел, 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 стемпи! Не торопись! Ногами! Держи, держи, держи! Вы смотрите! Вот это да! Ну что ж, поздравляем вчерашнего юниора, который прекрасно выступил на этом чемпионате Европы Александра Венскель. Ну что ж, я думаю, стоит запомнить эту фамилию, потому что в таком возрасте он уже показывает такие хорошие результаты. 386 обходит поляка Лукаша Грелу, у которого есть еще одна попытка. И у него сейчас такой непростой выбор, либо использовать ее, чтобы поднять на килограмм больше, чем сейчас поднял Беларус. И тем самым обойти его по собственному весу. Ну, тогда не останется подходов, если вдруг ситуация каким-то образом поменяется. Да, все-таки решил Лукаш Грелу выйти на 209. Да, правильно, на тот же вес, что и Александр Венскель. Он имеет возможность именно выходить за Александром по жеребьевке изначальной. И сейчас попытка обойти Беларуса. Очень тяжело. Да, но на какую-то секунду показалось, что поляк просто какой-то монстр. Такое тяжелое вставание. И мощно начал, но не покорилась ему сегодня штанга. У нас еще не выходил Анатолий Кирику, который в рывке всего лишь 170 поднял. И тому же Александру Венскелю проигрывал 7 килограммов. Плюс легче. То есть, получается, Анатолию Кирику нужно будет, чтобы обойти Беларуса, поднять на 7 килограммов больше. То есть, 216 килограммов. Но пока вот для старта у Молдаванина 210 заявлено. Ауримас Дизбелес, лидер наших соревнований в рывке, выполняет свой первый подход. Хитак Хугаев пока 215 заявлено, чтобы пропустить вперед спортсмена из Литвы. В полуподсед. Но локоточки-то дрожат у Ауримаса Дизбелеса. Но в этот раз судьи все рассчитывают. 2 к 1. Ну, один из судей уже обратил внимание на игру локтей. Как говорится, где вы были в рывке в первом упражнении. Так, ну ладно. Анатолий Кирику. 210 килограммов. И в случае успеха он сразу же попадает на подиум в толчке. Потому что остались попытки, две попытки у Хитака Хугаева. Две попытки у Ауримаса Дизбелеса. Я думаю, они сейчас и будут решать между собой, кто станет чемпионом. И все. Остальные участники закончили свое выступление. Пока лучший толчок после Дизбелеса у Александра Венскеля 209. Соответственно, Анатолий Кирику сейчас толкает и обходит. Подпидывай хорошо, вверх, выталкивай. Сильно! Держи! Да, поздравляю Молдову с медалью. Очень тяжелая попытка. Но вот, видимо, что локоть мешает Анатолию Кирику. Видимо, была все-таки какая-то у него какое-то повреждение, какая-то травма в прошлом. Вроде бы на высоком уровне выступает, но чувствуется, что вот немного-немного не уверен себя чувствует. Да, далек от своих 226 килограммов в 2012 году Анатолий. Хитак Хугаев. Сколько на штанге? 212. 212 килограммов на штанге. Вес на 5 килограммов больше, чем в прошлом подходе. Хитак на грудь. В первой попытке взял хорошо. И в самом-самом конце уже фиксация, когда буквально секунды оставались, какие-то проблемы возникли. Давайте смотреть, что будет сейчас. Держать. Ну что ж, в этот раз никаких проблем. Разводит руками Хитак Хугаев. Да, хорошая попытка. И 392 килограмма в его активе есть. Еще один подход. Пока он обходит литовца по меньшему собственному весу. Гизболес 217 для второго подхода заявил. Промежуточная итоговая таблица на экранах. Хитак Хугаев 392. У Римас Дисболес 392. И Александр Венскель 386 килограммов. Таковы пока результаты спортсменов. Кирику 216 заявил. Почему именно 216? В случае успеха он сдвинет белоруса на строчку вниз. И принесет своей стране помимо медали в толчке, еще и медаль в сумме. Пока он на пятом месте. Нет, 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 нет. Ну смотрите, ну фолный круг сделал Анатолий Кирику. Никак не удавалось совладать. Ах, все из-за локтя, все из-за локтя. В итоге бросает. Да, на грудь очень легко. Надо сказать. Анатолий Кирику взял штангу. Давайте смотреть. Замедленный повтор. Ну и с груди. Вроде бы все сделано. Штанга над головой. Но вот это вращение не удалось остановить Анатолию. Анатолию. И достаточно сложная у сейчас ситуация. Потому что Дисболис 217. Хитаг Хугаев 222 заявил. Я думаю, будет он выпускать литовца вперед перед собой. Обязательно. Единственное, что литовец может сделать, это тоже пойти на 222 килограмма. Пытаться выпустить Хитага Хугаева. Но я думаю, Хитагу тогда нужно будет выходить. И, ну, наверное, ждать подхода уже литовца. Ну, все это будет впереди. В первую очередь, конечно же, наши тренеры будут определять, каким образом выстраивать тактику этого поединка. Ну, стоит отметить, что Александр Владимирович Винков тактик хороший. Он очень часто, скажем так, помогал спортсменам правильное решение принять, которое в итоге приносило нужный результат. Показали нам главных претендентов на победу сегодня. Ну что ж, такая дуэль. Дуэль своеобразная в тяжелоатлетике. Это часто можно встретить. Власов Жаботинский, Сульман Аглу, Леонидис. Все мы помним эти соревнования. Анатолий Кирику 216 килограммов. Попытка подняться на пьедестал. Опять вращение. Да что ж такое. Ну, никак. Никак не получается. Но, тем не менее, поздравим с бронзовой медалью Анатолия. Пока, кстати говоря, она серебряная. Бронзовая она станет, если Ауимас Дизбелес из Литвы выполнит свою попытку успешно. Ну, в любом случае, поздравим Анатолия Кирику с медалью. С медалью этого чемпионата Европы. И 217 килограммов выходит Ауимас Дизбелес. Вторая его попытка в случае успеха. 399 килограммов. Хорошие результаты на этом чемпионате Европы. Сильные. Последний раз за 400 атлеты в этой весовой категории собирали в 2012 году. Кстати говоря, Анатолий Кирику тогда был чемпионом Европы. Ну что ж, уверенно, Дизбелес справляется значительно легче, чем в первой попытке. Немножко непонятно, зачем делается сальто. Неужели считаешь, что все? Хитак Кугаев не возьмет вес. Да, ну а Хитаку сейчас что, либо выходить, поднимать на 2 килограмма больше, 219. Да, наверное, так. И тогда Дизбелесу нужно будет на килограмм больше показывать. Да, либо повторять. Либо повторять. Напомню, у Дизбелеса 2 килограмма было преимущество. И Хитак Кугаев выходит на помост, выполняет свой третий подход. 219 килограмма, в случае успеха 399 будет сумма. И выйдет тогда Хитак на первое место, пока он на второй строчке. Давайте смотреть болеть. Держать, держать. Молодец, Хитак берет 219 килограммов. И знаете, как бы сейчас, как не сложится сейчас ситуация, толкнет Дизбелеса или нет, все равно Хитак Кугаев молодец. Молодец, все 6 попыток реализованы. Олег Алборов поздравляем. И, в общем-то, как и Руслана Алборова, тренеров Хитака Кугаева, поздравляем Александра Венкова с очередной медалью у мужчин. Ну и те же, так, Дизбелес 221 пока висит на онлайн-табло, но я думаю, 219 он сейчас перезаявит, потому что, ну, эти лишние килограммы, я думаю, никто поднимать не хочет. Но у литовца теперь роль догоняющего. Он пока проигрывает, ему нужно поднимать этот же вес. 219 килограммов. Нет, смотрите, 221 хочет сразу 403. Показать, что это было. Ну, если честно, не могу сказать. Такое первый раз. Вижу, что это происходит. Сразу, сразу, 221. Зачем? Непонятно. Давайте смотреть. Стоп! 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 Ну, это была супертяжелая попытка. Трясло литовца. Ну, что? Становится чемпионом Европы. Да, поздравляем Литву. Достойная попытка, скажем так. Очень и очень тяжелая. Почему 221, я до сих пор понять не могу. Но 403 набирает в сумме дисболез. И, в общем-то, смотрю историю, когда такие килограммы. Но 205 в последний раз Милен Добрев показывал в Атраке в 2003 году на чемпионате Европы. Вот это вторая сумма за последние 14 лет по рейтингу у Авримуса Дисболеза. Да, ну что ж, поздравляем Ихитага Хугаева с хорошим выступлением. Понятно, что даже и большие килограммы вполне могли оказаться недостаточными для завоевания золота. Литовец сегодня силен. Да, ну а для нас какой-то серебряный этот чемпионат. Много серебра и, к сожалению, нет золотых медалей. Да, осталось дождаться итоговой таблицы, чтобы еще раз подтвердить, кто на каком месте у нас расположился в толчке, в сумме. Итак, толчок 221, Авримус Дисболез, Хитаг Хугаев 219. На втором месте Анатолий Кирику 210, бронзовый призер. Александр Венскель на четвертом месте, на пятом Лукаш Грелла, поляк 207. Ну и далее по списку. Ну, немного расстроен Хитаг Хугаев. Все от себя зависящее он сделал. Да, ну что ж, для 17 лет, я думаю, серебро с таким-то результатом 399. Вполне неплохо. И сумма 403, Авримус Дисболез, Хитаг Хугаев на втором, 399, Александр Венскель на третьей строчке.